Всем здорова! Сейчас я поднимаюсь по вот этой вот лестнице в небо и сегодня я покажу вам одно из самых, наверное, интересных видео по производству приманок ручной работы. За вот этой дверью находится самое интересное. Это совершенно другой мир и там нас ждет знаменитый мастер Йо. Субтитры сделал DimaTorzok и, честно говоря, глаза у меня разбегаются. Я думаю, что, наверное, у каждого было бы ровно так же. Хотя я был связан с производством, я знаю, что такое производство, насколько это сложно, насколько это интересно в своем роде. Я утром, когда прихожу, у меня у самого с утра разбегаются. Расскажи вообще, с чего у тебя все началось? Как ты к этому пришел? Ну, наверное, началось все еще со школьных времен, когда в те незапамятные, как говорится, времена, ничего нельзя было купить из рыболовных прибамбасов. Это какой год был? Ой, давно это было. К датам я не привязываюсь. Как-то давно это было. Ну, и с тех пор, как начал все руками делать, так до сих пор и мастерю, как говорится. Ты сейчас делаешь очень широкий спектр товаров. От жерков до зимних рыбалок, до зимних приманок, вернее. Ну, потому что это интересно, в первую очередь. Мне это интересно этим заниматься. Ну, начинал ты с чего? Начиналось все как обычно. Еще в школьные времена самодельные поплавочные удочки. Поплавки, Голосеевская оснастка. Это такой поплавочек, там такой капелька такая, с тоненькой антенкой бамбуковой. Определенный метод подачи приманки. Это ловля карася на Голосеевских озерах. Ну, дальше потихоньку-потихоньку. Кормушки спиннинговые, там, ловля леща. Потом плавно перешел к хищнику. Первые блесны самодельные колебалочки, которые, в принципе, отлично ловили и подходили под те условия, что надо было. Ну, так потихоньку-потихоньку затянуло. Ну, когда ты понял, что это уже твой основной род деятельности, ты сейчас полностью посвящен своему делу. Когда, вот этот момент, ты помнишь, как это произошло? Очень хорошо. Потому что, ну, сначала, когда начал делать приманки, ну, уже, как говорится, не только для себя, они понадобились еще моим друзьям, как говорится. И потом эти друзья начали говорить, чтобы я делал это все, ну, в более каких-то приемлемых масштабах, чтобы и другим доставалось. Ну, а это еще как-то проходило мимо ушей. Потом, когда начала настаивать жена на том, чтобы я тоже этим занялся более-менее серьезно, ну, здесь все аргументы перевесили. У тебя, вот, в этой небольшой комнате, которую ты называешь полигоном вообще, собрано, в принципе, все. Я знаю, что ты недавно переехал в такой формат. До этого ты трудился на более скромных. Ну, да, здесь у меня уже действительно полигон, потому что, ну, прошлая мастерская у меня занимала буквально два квадратных метра. И на этой маленькой площади? Там получалось что-то сделать, только предварительно поиграл, как говорится, в игру пятнашки. Ну, пока что-нибудь не уберешь, не достанешь нужное, не задвинешь обратно, не возьмешь это в работу. Ну, не получалось ничего сделать. Ну, здесь более-менее какие-то уже приемлемые размеры и, в принципе, достаточно с головой. Вот эти вот все красивые приманки, которые многие из рыбаков видят на выставке, начинались с совсем маленькой площади. Ну, в принципе, от всех. Да, буквально два квадратных метра. По большому счету, места много не надо, главное, как оно организовано и насколько тебе это свободно позволяет делать то, что ты делаешь непосредственно. Я знаю, ты делаешь много приманок, но твоя любовь, это в первую очередь? Ну, в первую очередь, это джеркбейт, солидные приманки солидного размера. Это какой размер, вес, чтобы мы понимали все? Ну, где-то грамм, хотя бы от 50, чтобы начиналось и в размере от 9 сантиметров, от 8, скажем так. Главное, чтобы она была объемная и представляла из себя хорошую котлету. А дальше уже, ну, расти можно. Вот, например, вот такая висит. Это уже полноценный джерк, не такой, как у нас принято ловить. Это уже вот такая вот моделька к этому сезону готовится. Сколько сантиметров, сколько весит? Сантиметров я не помню, тут порядочно, а вес будет порядка 150 грамм. Это уже для ловли, соответственно, щуки? Щуки, ну, я думаю, такая где-то килограмма на полтора уже спокойно позарится на этот размер. Ну, как показала практика. И по барабану размер. По большому счету, не часто она действительно хочет съесть приманку. У нее падает клямка, как у нас в народе говорится. И ей надо просто ухватить. Это не обязательно, чтобы была потенциальная съедобная жертва. Главное, вот этот момент укуса. То есть, как у собаки укусить? Да, безусловно. Если вы думаете, что вы обманули рыбу, вы заблуждаетесь. У него просто упала клямка. Я знаю, что в твоем модельном ряду есть уникальные модели. И даже, насколько я знаю, там есть твои индивидуальные разработки. По большому счету, наверное, процентов 90 моих приманок, это то, что непосредственно я придумал, как говорится, своему. Остальные немного есть моделей, ну, скажем так, почти копии, потому что, ну, чистую копию мне неинтересно делать в принципе. В них внесены какие-то модификации, какие-то доработки, которые я посчитал необходимыми внести, ну, непосредственно под свою рыбалку, под себя. То есть, под наши водоемы, по большому счету. Большинство приманок рождается именно, как говорится, по потребностям, возникшим непосредственно в процессе какой-то конкретной рыбалки. Я, допустим, где-то поехал, увидел, в какой-то местяк стоит рыба, я ее не могу взять. К ней нельзя подобраться или к ней не подходит тот набор приманок, который есть. Посидев, поразмыслив в лодке тут же или на берегу, ну, смотришь, вот хотелось бы вот это сюда подать. Ну, так большинство приманок и рождается, по большому счету. А твоя гордость, твои бестселлеры, расскажи немножко про эти приманки. Потому что я знаю, что твои приманки уже хорошо известны украинскому потребителю, украинскому рыболову. И многие из них заслужили свое имя, заслужили свою репутацию. Ну, непосредственно у меня любимчиков, как таковых, постоянных из приманок, любимчиков нету. Потому что, ну, как-то так сложилось, что мне постоянно хочется чего-нибудь нового. Допустим, один сезон я ловлю одним, в другой сезон другим. Потом меня куда-то еще унесло. То есть, ну, в принципе, для моего творчества это только в плюс. То есть, у меня нет привязки к чему-то определенному. Постоянно что-то толкает вперед, что-то новое делать, что-то изобретать, что-то, ну, каким-то образом заставить рыбу, чтобы эта клямка у нее упала. То есть, ну, в основном, самая такая ходовая модель, скажем, если по джеркбейтам брать, это глаз. Вот я его сейчас продемонстрирую немножко уже. Почти досох. Вот эта вот моделька. Называется глаз. Глаз, да. Благодаря большому глазу. То есть, в принципе, кто рыбачит джеркбейтами, ребята уже не раз замечали, сравнивали. Ну, ничем не уступает знаменитому слайдеру от Салма по уловистости. То есть, хороший джеркбейт-поисковик летит далеко, хорошо поднимает рыбу. Ну, и благодаря тому, что далеко можно зашмалеть и большую территорию, скажем, веером вокруг себя оббросать, можно побыстричку найти непосредственно где-то локацию щуки и можно уже дальше ее либо на этот же глаз ловить, только изменив проводку. Либо уже подбирать ключик, какой требуется. Еще есть приманка под названием «Манта». Ну, здесь ее в готовом виде нету, есть в полуготовом. Я наслышан про нее и, честно говоря, вот такая она. Единственное, она еще идет с пластиковым стабилизатором. Здесь лопатка в хвосте находится из прозрачного поликарбоната. Она, чем характерно, у нее очень длинный глайд, то есть проходы со стороны в сторону. И отсутствие каких-либо колебаний во время проводки. То есть она очень хорошо подходит под пассивную щуку. Вот эти вот все заманухи, это все хорошо. Ну, во всяком случае, по своей практике я так заметил. Когда надо поднять пассивную, то есть нежная, вяленькая проводочка с небольшими плавными стартами с места. Это она все может сделать. И отсутствие лишних колебаний, ну, часто заводит пассивную щучку. 15 сантиметров по весу не скажу. Грамм 60 с чем-то. Она не тяжелая. Ну, это загуба джербейт. Да, это классический джербейт глайдер с длинными проходами. Отличная работа. Так, так, хорошо. Хорошо, но кроме у тебя классических джербейтов, есть еще и пенинговые модели приманок. И я, насколько я знаю, ты именно сделал в сезоне 2020 года на них небольшой упор. Ну, честно говоря, джербейтовая рыбалка как заводила, так и заводит. Ну, все-таки в рамках одного жанра замыкаться как-то неохота. Ну, чтобы было веселее, вернулся к истокам. Как говорится, из спиннинга пришел в джербейт, сюда же и возвращаюсь. Поскольку, ну, много задумок есть, которые в джербейте, ну, нецелесообразны, скажем так, для воплощения. А в спиннинге абсолютно даже, и, по-моему, даже очень интересно. Поэтому так и начала рождаться, вот, скажем, спиннинговая линейка приманок. Так, давай немножко теперь подробнее, что ты только заинтриговал еще больше. В принципе, лопастные приманки я не очень люблю. Ну, как-то так сложилось, у меня больше интересуют приманки, которые, ну, требуют непосредственной анимации рыболовам. В них, конечно, заложены определенные характеристики при изготовлении. То есть, огрузка в определенных местах, там роллинг есть, роллинга нету, но, чтобы больше вложить в приманку, непосредственно фантазии самого рыболова. То есть, вот такие приманки мне интересны. В основном, это рыбковые приманки. Вот, с прошлого года колебалки начал делать. Опять же, занесло в старину и захотелось сделать колебалочку. Поскольку первое, которое я еще делал, еще, скажем так, в школьные годы, отличались в ту пору от стандартных своими характеристиками. И показали хорошие результаты. Тогда у нас что было? У нас была королева. Вот эти все штамповки, 3 миллиметра толщиной металл, 5 миллиметров. Да, отлично ловили рыбу, замечательно, нет слова, они до сих пор ловят. Но интерес в чем? Подать крупный размер и на мелких местах. И с характеристиками колебалки. Ну, в тяжелом металле это неисполнимо. Тонкая штамповка с металлом, я не люблю работать. Ну, так родилась серия приманок, которые отливаются из пластика, с огрузкой в определенном месте. Ну, и нормальная колебалка такая, 9-10 сантиметров длиной, позволяет проводку сделать на, скажем, 70 сантиметрах, на метре глубины. На самой медленной проводке. Это интересно. Причем работают как и на твичинге, так и если стопы сделать и отдать назад шнур, то есть они назад уходят, покачиваясь. То есть, ну, уже себе зарекомендовали хорошо. Во всяком случае, у меня в прошлом году фаворитом было по Дисне. Отлично на Дисне работать такими приманками, можно даже проводку не делать. Под 45 заброс вниз, поперек течения под 45 градусов и просто поднимаешь спиннинг вверх. Ее несет по течению, она вдоль кост деснянских идет себе поигрывая. Отлично поднимаешь щуку. Слушай, у каждого производителя есть свои наработки и они же впоследствии становятся такими небольшими производственными секретами. У тебя, я знаю, тоже таких немало, но из тех, которые отличают тебя от других, например, тех же там серийных моделей, да, или серийных производителей, от других мастеров. Это я знаю точно, это состав, из которого ты делаешь свои приманки. То есть, это не дерево. Да, это не дерево, это пластик. В нем возникла необходимость, когда потребовалась повторяемость приманок. Она возникла тогда, когда, ну, больше людей захотело видеть свои приманки, мои приманки у себя в коробках. То есть, делая из дерева, ну, можно повторяемость по весу и по характеристикам добиться, но это требует большого времени, ну, естественно, квалификации. Ну, делал раньше это. Сейчас делаю из пластика, поскольку решил, что все-таки он более функциональный. В каких параметрах могу сказать? То есть, вот эта приманка, отлита из пластика, она не имеет пустоты внутри. По сути дела, этот пластик по плотности выгнан в определенную породу древесины. Ну, скажем, определенно, возьмем липу или возьмем, там, ольху. То есть, она имеет точно такую же плотность, как эта древесина. Следовательно, она такие же характеристики имеет, как и приманка, сделанная из этого дерева. Огрузка распределена, ну, определенным образом, так же, как... Единственное, ну, меньше трудозатраты, трудозатраты, поскольку все-таки они отливаются. Но сделать мастер-модель с такой деталировкой, ну, сидишь, ковыряешься, хочется сделать красиво. Мало того, что функционально, чтобы было еще красиво. То есть, преимущество у нее, у пластиковой, именно, модели перед деревянной, во-первых, то, что страдаешь... Повторяемость выше. Мало того, она, по сути дела, неубиваемая. Если деревянная приманка прокусывается рыбой, какая бы там броня ни была, ну, ни одна броня долго не выдерживает щучьи укусы. Прокусы все равно появляются, если дерево, приманка из дерева пробита зубом до древесины, через все слоя, там, пропитки многие делаются. Я раньше тоже делал двухслойную эпоксидную пропитку сначала, потом покраска, потом еще финишное покрытие. Ну, все равно, если пробои случаются, эту древесину просто, ну, приманку разрывает. Вода попадает внутрь, ее расколбашивает в куски просто. Трещина идет вдоль тела, по слоям расслаивается. Эту приманку можно сверлом насквозь просверлить и ловить. Немножко изменится характеристика в зависимости от того, где просверлишь. А так абсолютно. То есть ты уже пришел к тому более автоматизированному, более универсальному процессу, который позволяет и приманкам жить дольше? Ну, автоматики здесь никакой нету. Ну, часть рвыжурчного труда, как было, так и осталась большая. Единственное, облегчился процесс изготовления непосредственно самого корпуса приманки. Но я бы не сказал, что это намного удешевляет процесс, поскольку вот этот пластик очень дорогая штука. Начнем с того, что его нет в продаже в готовом виде. Это моя разработка. На тот момент была моя разработка, поскольку сведений по нему никаких не было. Пришлось изобретать самому. Ну, как говорится, изобрел. Сейчас уже в интернете можно кое-что нарыть, подсмотреть, но все равно все, кто делает из такого пластика, тихорятся, и эту инфу никто не сольет. Поэтому, ну, мое изобретение. Тем более, два года назад я его опять модифицировал. Ну, разрабатывал, ковырялся с ним, наверное, полтора или два года где-то, чтобы достигнуть какого-то приемлемого результата. Потом он меня устраивал, потом перестал устраивать, опять где-то, ну, полгода ковырялся. Сейчас он уже, ну, во всяком случае, на данный момент он меня устраивает. Насколько я знаю, то есть ты тот человек, который делает приманки под ключ, как называется. То есть от начала разработки идей и до уже финального результата. То есть ты сам еще их красишь. И твоя покраска, честно говоря, лично меня, ну, мягко говоря, возбуждает. Ну, приманка должна быть красивая. Это изначально. Поскольку, ну, когда она красивая, ее хочется просто ставить, цеплять за застежку и ловить ей рыбу. Если она там из себя не особо выглядит, ну, офигенно ловить. Можно, можно со скрипом поставить и ловить, если уж так сильно хочется половить. Ну, когда приманка хорошо выглядит, замечательно выглядит, вообще офигезно. Ну, просто удовлетворение от процесса получаешь просто колоссальное. Поэтому, ну, стараюсь. Изначально все начинается с болванки. Делаешь, ковыряешься, расставляешь огрузку, играешься сначала на водоеме, чтобы добиться определенной игры, которую ты, ну, хочешь от нее увидеть. Потом уже дальше идет дизайн, то есть внешность абсолютно, там, начинаешь, там, с этими жабрами играться, с чешуей, со всей этой красивой прибамбасиной, которая ему в эстетике добавит. Ну, потом уже дальше начинаешь играться с покраской, чтобы это конкретно на этой модели выглядело, ну, как-то хотя бы приемлемо, потому что покрасишь в один цвет, немножко и не нравится. Играешься дальше, опять играешься. Ну, пока не добьешься того, что действительно задумал. У тебя очень красивые и натуральные рассветки у тебя есть под окуня, под щуку, так и фантазийные. Ну, вот в натуралке меня что-то сейчас поперло голограммкой играюсь. Вот, это интересно. Ну, заинтересовала тема, поскольку натуральный чешуи блеск тяжело передать, ну, обычной покраской. Ну, пришлось освоить нанесение этой голограммы на приманку. Метод нанесения такой же, как на фирмовых приманках, то есть это термопечать. Ну, соответственно, опять пришлось вложиться, поиграться, кучу перевести все в мусорник, пока не добиться определенного результата, который уже устраивает. Ну, и на его основе, на основе голограммы уже можно делать более-менее какие-то, похожие к природному прототипу, как раз. Поэтому вот интересно. Еще замечено мною, скажем, года 4 назад, я первые свои джеркбейты оклеивал поталью. Ну, то есть это имитация серебра, скажем, натурального. Это такая фольга тоненькая, которую в руки берешь, она сразу рассыпается в руках. То есть посеребрение искусственное. Ну, вот на эти приманки очень часто клевало даже, не казалось бы, яркий блик солнца, светит, средина дня, но эта приманка просто, она как светофор, как кусок зеркала в воде. На нее почему-то атакует щука нормально, ставишь какой-то более тусклый, блеклый какой-то цвет, поклевок гораздо меньше. Ну, вот сейчас вот эта тема заинтересовала, начал ее осваивать. Появилась возможность сделать более еще приятные окрасы, чем когда я делал это с помощью потали. Джеркбейты, вообще приманки, спиннинговые, имеют разные типы огрузки, и, как правило, в домашних условиях это фиксированные груза. У тебя же все намного серьезнее, и я знаю, что ты применяешь еще и магнитные системы. Ну, магнитные системы для дальнего заброса я не ставлю, поскольку, ну, честно говоря, не сильно вижу в нее необходимости, поскольку получается так, что в наших водоемах, местяков, где можно с берега половить, ну, почти не осталось, а в основном более-менее какая-то приятная рыбалка получается с лодки. Но там дальность заброса не критична, один якорь лишний сделал, как говорится, и все. А вот крючки к корпусу, которые крепятся на магнитах, ну, кроме заводного кольца, еще прилипают к телу приманки, да, таких несколько моделей у меня есть. И главная цель, вот, это прилипание? Прилипание, ну, во всяком случае, они меньше болтаются и цепляют заводную, ну, за травку, за коряги. То есть это больше для того, чтобы меньше цеплялось за траву. Вот, если честно, для себя еще я выделил, вот, когда в тройник прилипает к телу приманки, еще и приманка намного меньше шумит. Безусловно, безусловно. Поэтому эти модели у меня не шумовые. Поскольку у нас, ну, все стараются пошумнее приманку поставить, поярче, позаметнее, но, как показывает практика с нашим прессингом на водоемах, частенько бывают случаи, когда приманка нужна именно тихо. И вот, тройнички, примагниченные к пузу, они, да, намного тише делают приманку. Она не так громыхает, ну, естественно, если внутри погремушек никаких нет. А если вернуться еще немножко к телу приманки, я знаю, что ты огромное внимание уделяешь детализации. Расскажи немножко вот про то, как ты к этому пришел, и к чему ты идешь еще, возможно, и вообще, что сейчас вообще в моде, да, вот, у производителей приманок. Ну, возьмем на твоем примере. Ну, честно говоря, не знаю, как у производителей приманок. Я, честно говоря, ни за кем из производителей специально не слежу. Мало того, у меня есть табу. Ну, некоторые знают еще с тех пор, когда я делал только джеркбейты, что у меня в коробке никогда не было ни одного фирменного джеркбейта. Вообще. Я на них не ловлю и даже не забрасываю воду ради теста. Я могу в руки взять покрутить, на этом все закончится. Ну, у меня такое табу есть, чтобы не передрать ни у кого ничего. То есть ты себя так именно охраждаешь? Да, да, да. Поэтому, ну, вот, как-то так сложилось. По поводу детализации, ну, мне самому интересно сделать какой-то приятненький внешний вид у приманки. В первую очередь нацелена на эстетическое восприятие, ну, самим рыболовым. Поскольку, ну, живого прототипа рыбе предложить человек не может априори, поскольку, ну, это нереально. С ее органами слуха, там, обоняния, всего остального, ну, обмануть ее нереально. Ее можно только заставить вот этот вот тумблерочек переключить и все. То есть, в принципе, если приманка приятно выглядит, то она приятно выглядит. Ну, то есть и глаза, и чешуя, и жаберные крышки, ты это все делаешь? Да, все делается вручную. Я никогда не пользовался и вряд ли буду пользоваться 3D-принтером или еще какой-нибудь прибамбасенный. Так сложилось, что, ну, мне это приятнее руками сделать. В первую очередь, чтобы было самому приятно, поскольку, ну, большую часть времени, получается, ты проводишь в мастерской. Так же, как и каждый из нас на работе проводит. Только у одних эта работа, ну, для того, чтобы заработать денег, так складывается по жизни. Ну, никуда без них не денешься. У меня, ну, я считаю возможным для себя, чтобы мне хотя бы в это время, которое я трачу, ну, время своей жизни трачу в мастерской, ну, хотя бы, чтобы это было приятно для меня. В первую очередь. Знаешь, я обратил внимание на многих хендмейдовых приманках, да? Вот то, что их сразу отличает от серийно производимых, это петли. Вот лично я на это очень сильно обращаю внимание. И вот эта вот разница в повторяемости этих петель, да, когда они немножко больше торчат, немножко другой формы, чем обычно, то есть не круглая, не овальная, какой-то вот, ну, видно, что вот руками погнули, да, там, например, арматуру, проволоку. Она вот меня лично очень сильно останавливала от приобретения даже такой приманки. Да, коробит. Коробит, коробит. Вот эта вот эстетика, для меня лично это очень важно. У тебя, я вижу, что... Меня самого коробит. Видишь, мы с тобой на одной волне. Поэтому вся арматура жня гнется по шаблону. Вот, возможно, где-то здесь какой-нибудь есть. Рядышком нету ничего такого. Ну, вот уже готово. Нет, это просто вешалочка для готовой арматурки. Сейчас достанем что-нибудь поприятнее. Время у нас есть. Ну, вот такая вот кусок акрила. В нем забиты колышки. В определенном месте делаешь вот этот вот нижний изгиб, положил проволоку. Ну, вот таким гибчиком, вот с таким штырьком. Просто наставляешь, загинаешь проволоку в нужную сторону. Ну, и получаются стандартные. Красивые, одинаковые. Круто. Можно из фанеры сделать, из дерева такую подставочку, но она будет недолгоиграющая. Это акрильчик. Долгоиграющий. Ну, насколько я понимаю, тебе никто не подсказывал. Вот ты сам к тому всему приходил. Ну, а кто ж подскажет? В те времена, когда я это все начинал, это все было тайно за семью замками и печатями. И поэтому, ну, приходилось все самому доходить. Мало того, это же намного интереснее, когда сам додумаешься, чем у кого-то передрать. Я знаю, что сейчас многие с доступностью информации в интернете начинают дома мастерить. Начиная там от литья силиконовых приманок, которые сейчас вообще, я думаю, делает каждый, кому не лень, и заканчивая теми же воблерами. Ты прошел через этот путь, ты начинал, ты начинал. Начинал, и сейчас ты пришел уже к чему-то такому, что можно потрогать, чем можно половить. И это приятно, это классно, и это работает. Для тех ребят, которые начинают, сомневаются, или делают и попадают на ограбленные свои, вот с высоты пройдены неудач, попыток каких-то, что бы ты мог, вот резюмируя, выдать? Ну, изначально первое, что хотелось бы обозначить, то, что никуда не шел. Никогда не было никакой определенной цели в этом плане. Было просто занятие любимым делом. Всего лишь на все. И, наверное, ограничение от того, чтобы делать копии. По большому счету, несколько копий, я же говорю, есть в ассортименте, но они сделаны, ну, по таким настоятельным просьбам, чуть ли не требованиям. Ну, Скрипя согласился, притом не сразу. После того, как стало самому интересно, получится или нет. Ну, по сути дела, только вот в таком варианте и были сделаны копии. А, ну, я думаю, стоит больше уделить внимание разработке своих моделей. Тем более и остальным это будет интересно. Поскольку изготовление копии, ну, зачем? Приманка уже есть. Зачем ее копировать? Сделайте что-нибудь новое. Это будет намного интереснейшей, офигенно сделанная копия. Да, там труда много закладывается. Полностью сделать, ну, четкую копию, это дофига работы, по большому счету. Очень дофига. Но если ты сделаешь что-то новое, это намного почетнее, намного лучше. Я знаю, что и в твоем ассортименте есть комбинированные приманки. Когда это вроде и не джих, а вроде и не стример, вроде и не ротлин, а вроде и не балансир. Ну, есть некоторые такие модельки. Причем родились очень, вот, последний пример, зимний балансир, у меня живщик называется. По сути дела, игра балансира, уход в сторону имеет, как у балансира. Но в то же время на подтяжке он работает, как ротлин. На падении он уходит в сторону, покачивая телом, сыпется. Ну, я не знаю, как этот самый, как пилькер, ой, как стик какой-нибудь тонущий. По большому счету он из стика и родился. Жереховый стик у меня замечательный есть тоже. На проводке сыпется отлично. Как называется? Ну, жереховый стик, он и есть стик называется. А моделька балансира, живщик, получилась благодаря тому, что он, ну, довольно-таки далеко уходит. Где-то, если леску, ну, на глубине два метра, допустим, два с половиной, он порядка метр двадцать, метр тридцать уходит в сторону от лунки. Ну, если глубже, еще, естественно, дальше. Пока не начнет вот эта вот дуга из лески его притормаживать ход. Ну, смотрел, смотрел на этот стик. Тут бах меня перемыкает. Ё-моё, из стика можно прекрасный сделать балансир, во всяком случае, для начала. И должен получиться с роллингом. Начались опять испытания, коверканье, корябанье. Опять начала пополняться мусорка неудачными моделями. Ну, в результате получилась замечательная моделька. Уже разловлено. Щуку ловит. Окуня уже ловит более-менше его собрат в размере пять сантиметров. Ну, жалко, зима подвела. Можно было повеселиться. Вот так недостаточно испытания получились корректными. Мало-мало. Слушай, ну, у меня уже, честно говоря, вопросы к тебе, я не знаю, иссякли. Иссякли. Расскажи от себя что-нибудь. Что бы ты хотел учиться? Чем бы хотел бы поделиться? Для хэмпэдеров можно немножко поделиться чем-то. Поделиться. Если нет возможности делать из какого-то пластика приманки, только из дерева, желательно делать двухслойную эпоксидную броню на приманку. Если это более-менее приличная по размеру приманка, скажем, сантиметров от восьми и больше. То есть, приманку нагреваем феном. Сначала у нас разведенная эпоксидная смола. Лучше где-то делать. Ну, проветриваем оповещение, либо вообще на уднице. С строительным феном просто берем, нагреваем приманку и так рукой контролируем, чтобы, ох, горяченькая стала, градусов 70. Кисточкой быстро наносим смолу. И опять греем. У нас на поверхности появляются пузыри воздуха. То есть, приманка отдает воздух, который находится у нее в порах. Вот мы ее так прогрели минуты 3-4. Оставляем высыхать. Эта эпоксидка такая раз, и с поверхности входит внутрь. Да, долго греть лучше не надо. Эта эпоксидка, которая у нас замешана, лучше, чтобы стояла где-то в сторонке, чтобы не грелась. И спустя минут 20 на эту же приманку, оставшуюся смолу, наносим во второй слой. Первый слой у нас ложится. Где-то он впитался, где-то лежит каверными такими, поскольку эпоксидка ровно не ложится, а ложится такими пятнами. Зачастую это у нее особенность такая. Второй слой, по недосохшему первому, ложится идеально ровно, замечательно. И у нас получается замечательная такая броня, которую потом можно будет обезжирить, прошкурить и уже красить. Неплохие мелкие приманки, и даже замечательные, если правильно все делать, получаются из рекламного ПВХ вспененного. То есть вот эти вот баннерочки, которые у нас, все стоечки, стоят из такого пластика. Вспененный ПВХ получаются из него тоже хорошие. Мало того, что оно не требует такого вложения, скажем, защиты от воды, поскольку он не набухает, не намокает, воды не боится. Просто, ну, если прокусит приманку, ну, просто эстетика пострадает, а характеристики нет. То есть из такого материала тоже можно абсолютно реально делать приманки. Ну, единственное, там есть нюанс в работе, их нельзя быстро шкурить, скажем так. То есть вот в таком темпе он уже начинает подплавляться от шкурки, и начинает тянуться, забивать шкурку. То есть сидишь медленно вот так вот, в таком где-то темпе шкуришь, и абсолютно нормально можно зашкурить. А черновая обработка обычным ножом остреньким. Желательно, ну, не канцелярский брать, а сделать себе специальный нож. Узенький и очень острый. Можно из такого материала делать. Все начинается с чего? С подбора материала. Из чего можно склепать. Ну, вот это самый простой материал, а вот этот пластик можно у рекламщиков купить, потому что у них остаются обрезки, огрызки, они вообще побросываются и не продадут. И он есть разной толщины, есть там 3 мм, 5 мм, 10 мм изредка попадаются. Вообще идеальная толщина для хендмейдера. То есть уже любую приманку можно сделать. То есть, ну, где-то в таком ключе это самый простой подбор материала, как говорится. Ну, насколько я знаю, у тебя все твердое. Все приманки твердые у тебя. То есть ты силиконом не занимаешься? Ну, во всяком случае, пока нет. Ну, я уверен, тебе уже, наверное, капали на мозги долго. Володя делает силикон. Да, уже у самого задумки появились делать силикон, ну, тот, которого нет. Задумки есть, но не знаю, когда идет время до воплощения, поскольку времени не очень много. Упс, ребята, сохнули. Здесь у нас процесс финишного покрытия идет. Поскольку она у нас очень толстая, если мы просто на висящую приманку его нанесем, ну, просто стечет нафиг. Поэтому они вращаются вот на такой фигне. Обычно все используют обычную карусельку, такую барабанного типа. Но она чем неудобна там? Получается, чтобы намазать приманку, надо ее снимать с этой карусели. И в руках крутить, наносить слой. Я с утра здесь нанес уже один слой полимера. Он уже почти досох. Остается, ну, он уже на палец не прилипает почти. Я накладываю сразу второй слой. То есть они получаются, когда на недосохший слой первый накладываешь второй, они на молекулярном уровне сцепляются. Получается довольно-таки прочная корка такая, цельная. Ну, и наносить надо по чесноку. Как видишь, рельеф на приманках порядочный. Там чешуя, жабры, все это перекрыто полностью. Залито полимером. Полимер этот, это по сути дела, есть такой полимер, которым все билдеры пользуются. Ну, хендмейдеры, которые делают жарбейдеры. Ингротекс обзывается. Хорошая штука. Замечательно ложится, без каверн, без ничего. Прочная, стойкая, долговечная. Ну, его со Штатов привезти, блин, очень тяжело и дорого. Поскольку самолетом его не доставляют только морем. Ну, и в покупке он и дорогой, и далеко не везде его можно найти. Я подобрал замену ему. Тоже искал, наверное, года полтора или два. Опять же, методом проб и ошибок. Мусорник был очень дорогой. Ну, сейчас подобрал. Любое финишное покрытие, по сути дела, это эпоксидная смола. Единственное, что она модифицированная. Эпоксидный смол, на самом деле, там бесчетное количество вариаций есть. А это, чем отличается, в нее внесен ПАВ. Поверхностативное вещество, которое позволяет ему без каверн, без никаких этих самых пробелов ложиться. И ультрафиолетовый фильтр, чтобы она долго служила. И от воздействия воды, и особенно ультрафиолета, не меняла своих характеристик. То есть, тем и отличается тот же Энверотекс от обычной эпоксидки. То есть, в принципе, замену можно подобрать, если хорошо подумать и поискать. Ну вот я сегодня утречком начал процесс, положил первый слой на эти приманки. Первый слой полимера. Он к этому времени уже на отлип, как говорится, полимеризовался. Сейчас накладываю второй. И до завтра они будут на этой карусели кататься, пока он более-менее схватится. Потом их можно будет просто повесить. Он туда в сушилку сушится. Там они еще будут трое суток висеть, чтобы окончательно прошел процесс полимеризации. Потом уже можно будет цеплять тройнички на рыбалку. Дело в том, что когда красишь один или два воблерка, ну, можно ставить там такие зажимы, есть подставочка, на которую удобно красить. Но, получается, ты после каждой краски надо мыть аэрограф или пульвер, менять краску. Это и краски перерасход получается, и растворителя, и неудобно, и долго получается. Когда у тебя приманки вывешены на такие подставочки, ты каждый цвет просто наносишь поочередно на каждый воблер. И у тебя после каждого окончания, вот как ты нанес цвет, у тебя одна помывка пульвера или аэрографа, в зависимости, чем ты красишь. И получается удобно. Ты все воблера красишь поочередно, нанося определенный цвет. Такие висюльки очень удобно, если красишь какое-то количество уже воблерков. Но ты красишь и пульвером, и аэрографом? Ну, под каждую покраску определенный инструмент. То есть аэрографом грунт наносить, ну, как-то долго и... Ну, долго просто. Да, просто долго. А так пульвером, более-менее нормальным пистолетом наносишь грунт. Металлики удобно наносить, потому что металлик, он включает в себя, ну, микроблестку, такую фракцию, которая, ну, через аэрограф плохо проходит. Она его часто засоряет, сопло, потому что там сопло чаще всего 0,3 идет, и она забивает. А если таким пульвером нанести, ну, без проблем. Есть мелкие металлики, но они дорогие в использовании, и в них не всегда есть, скажем, смысл. То есть все, что тут сейчас представлено, в принципе, это все адаптировано в свой опыт в твои потребности. Тут нет готовых решений. Потому что они, ну, как возникала какая-то потребность, в чем-то начинали искаться какие-то решения. Потому что, ну, многие краски я делаю сам. Потому что, ну, готовая покупать, не всегда есть цветовая гамма, и чаще всего дорого получается. Соответственно, и себестоимость приманки получается выше. А когда делаешь сам краски, ну, умеешь их смешивать, и можно новые оттенки делать непосредственно на месте, а это все время. Поискать по ралам, побегать по магазинам, поискать цвета. Ну, это тоже время занимает. Мало того, полазить по интернет-магазинам, ну, часто бывает, что экран искажает цвет. То есть, ты захотел, выбрал такой, как он на экране, а тебе проезжает цвет, но он абсолютно отличается. Это снова в мусорку? Ну, оно не в мусорку, но ты получил цвет, не тот, который тебе нужен был. Ну, безусловно, оно в мусорку не вылетает, но можно и выбросить. Поскольку иногда бывают такие варианты, проезжают, что оно вообще никуда не подходит. И вот здесь уже становится понятно немножко для тех людей, которые не были никогда связаны с производством, почему приманки столько стоят. Потому что для того, чтобы их сделать, нужно пройти, там, не знаю, 7 кругового ада, вот, без преувеличения. Пройти кучу нецелевого опыта, потрачивания вот этих денег, когда вот ты вроде думаешь, что это оно, а оно оказывается не оно. Ты тратишься, как говорит, твоя ловля, в мусорку. Это очень часто бывает. Плюс квалификация. То есть, у тебя же, наверное, такие приманки не с первого раза получились? Безусловно. Каждая приманка это хороший кусок работы. Испытания, опять переделывания, опять все по-новой. Ну, пока не добьешься того, чего ты хотел достичь в этой приманке. Когда я был в бизнесе рыболовном, в производстве рыболовного, я отвечал так, что хорошая приманка не может стоить дешево. По большому счету, да. Потому что, чтобы она получилась, нужно сделать сто прототипов говна, я так понимаю. Безусловно, оно по-другому и не называется. Выберешь там мусорку, и только на сто первую у тебя получается то, что ты вот сейчас держишь в руках то, что ловит рыбу, то, что приятно смотреть на эту приманку и работать ей. Да. И желательно ее еще испытать на рыбе в первую очередь. Как на нее будет рыба реагировать. Если она не реагирует, более-менее как-то хоть пристойно, то она уже потенциально жизнеспособна. Ну и обкатку более серьезную надо проходить, потому что делать ненужные приманки это неблагодарное дело. Это никому не надо. А ты чаще всего испытываешься приманки на реках? Ну, как, когда, как возможность предоставляется. По большому счету стараюсь кровь испытывать. Стоит на дикарях и на платниках. Ну, интересно все. Интересно набрать какую-то статистику, чтобы видно было, как приманка себя в диких водоемах ведет, и как на платниках. Ну, потому что разница большая есть. Я по такой внутренней информации знаю, что твои приманки перед тем, как попасть уже в серию к простому рыболову попадают в руки рыболовам, которые часто бывают на рыбалке. Для того, чтобы они дали свое заключение. Ну, из тех, что я знаю, это Виталик Мельник, Юра Орлов, они постоянно у тебя дают свои заключения, дают свои рекомендации, дают свой отзыв по приманкам. Ну, это на самом деле очень важно, потому что есть такой фактор, с которым, наверное, знакомы все. У одного одна приманка ловит, у другого не ловит. Отсюда важно знать, насколько приманка работает в разных руках, скажем так. Потому что у каждого есть свой почерк рыбалки, как говорится. Если приманка ловит большинство рыболов, то честь и хвала этой приманке она удалась. Ты говорил, что у тебя кроме джерков, кроме воблеров, кроме волонсиров есть еще приманки для морской рыбалки. Хороший, знакомый попросил сделать ему что-нибудь для рыбалки конкретной морской на тунца, на марлина, на такие рыбы. На марлина я не потянул, а вот на тунца хорошо пошла приманка, ловит, отлично. Ну и там еще какие-то рыбы, я не сильно в них морских разбираюсь, у тебя за спиной в кулечке лежат. Какая особенность вот этих приманок? Это тонущий стик, стикбейт, работает как на равномерке, он идет зигзагом, таким, короткой змейкой с вихлянием задницей, на рывках работает глайдом и на падении осыпается, то есть имеет роллинг. У этой немножко поярче рисунок игры. Ну и дальнобойность естественно, что у одной, что у другой очень хорошая. Я вижу у нее тут более толстая проволока. Да, здесь арматура такая понадежнее сделана и она немножко отличается от арматуры об обычных приманках. В обычных приманках можно просто арматуру ввести вовнутрь тела и так и оставить, ну с определенной длиной конца. Здесь концы еще сведены вместе, забандажированы нейлоновой нитью и проклеены. А потом уже только вставлены в тело приманки. Это сделано для того, чтобы если хороший достойный соперник ломает приманку пополам в морской рыбалке такое случается, то все равно на этой арматуре на оставшейся его можно вытянуть. То есть в приманке заложен хороший запас прочности. По большому счету, если разобраться, то в этой приманке все, что в полуготовом виде покупается, это только глаза. Все остальное делается вручную. Во многие вставлены шумовые капсулы, которые тоже приходится делать самому. Поскольку есть капсулы в готовом виде, продаются, но они не подходят для таких приманок, как воблеры. Они минимальную длину имеют 15 миллиметров, и там вставлены манюсенькие шарики. Есть пластиковые капсулы, есть стеклянные, но не в этом дело. Если ее правильно вставлять в тело, она должна быть развернута поперек, чтобы обеспечить при колебаниях приманки определенный стук, но она при такой ширине не во все приманки далеко входит, потому что ширина тела 15 миллиметров, это уже только в джербейт вставить, а для джербейта она получается сильно тихая. поэтому приманки погремушки приходится делать самому. Тоже пришлось немножко помозговать какую-то технологию разработать, чтобы делать погремушки, которые можно вставлять в приманки. То есть изобретений здесь предостаточно во всех прибанках. Ну кольца крючки безусловно. Это уже самому делать как-то не камильфо, да и некачественно будет. Слушай, самый главный вопрос, мы крутимся вокруг до около, многие захотят, я уверен, что захотят, я бы точно захотел. Твои приманки, чтобы появились у рыболовов в коробке, где их можно найти? Банальный вопрос. Интернет магазин master.io com.ua милости просим. Какой-то выбор приманок там есть. Некоторые можно, ну можно у меня в фейсбуке заказать, постучавшись в личку. Но к сожалению на сайте не все приманки далеко есть, поскольку к сожалению я совсем не успеваю. По большому счету недавно так ковырялся, посчитал, под сотню приманок моделей приманок есть. Ну еще сайтом заниматься как-то не хватает меня мне интересно делать приманки. Ну то есть все равно ежегодно ежесезонно появляются новые модели ты двигаешься вперед. В среднем где-то так моделей 5-6 в сезон новых выходят. От ультралайтовых до джерблейтовых. В этом сезоне ты более сконцентрировался и порадуешь спиннингистов. Ну для джерблейтов тоже будет пару моделей свежих. Вот здоровая колбаса висит одна. Это для любителей классического джерблейта. И будет интересная моделька. Пока ничего о ней не скажу. Но должна быть интересна. А где можно будет ее увидеть? Ну сначала у меня на странице в фейсбуке. Потом через какое-то время появится и в магазине надеемся. И я думаю на выставке рыболовной киевской. На киевской выставке я ее не успею сделать. Разве что к осенней. Там очень много работы еще. А вообще как складывается работа по приманке? Насколько это быстро происходит? Как это у тебя вообще? Как они рождаются? Когда как. Иногда приманка делается несколько месяцев. Иногда несколько недель. Вот эта приманка делается с прошлого года. Все до нее как-то не доходят руки. А когда не доходят руки, то лучше за работу не браться. Здесь главное настроение. Когда позитив и когда есть желание делать, тогда садишься и делаешь. Получается замечательно. Если нет, то то что я почувствовал в нашем разговоре, это первое, твоя неиссякаемая любовь к джербейту, она проследуется, я между строк читаю и всегда это вижу. И второе, то что твои приманки появляются в любви. Если у тебя душа не лежит, если тебе не хочется, приманка не появится. Даже не берусь сделать. Потому что ничего хорошего из этого не получается. Зачем? Это друзья наверное одно из самых главных важных и основательных таких вот качеств в создании приманок, которые позволяют им далее работать, ловить и то, что позволяет другим людям радоваться при использовании таких приманок и верить в них самое главное. Это первоочередное. Надо стараться делать удовольствие и действительно с любовью. Потому что только так могут родиться какие-то достойные вещи. Что бы вы ни делали. Ну а сколько в среднем занимает создание например вот такого вот воблера? если у тебя уже готова мастер модель форма готова уже в среднем сколько это все растягивается? Ну со всеми процессами сушкой лака с покраской со всеми делами наверное суток трое четверо хотя секунду упустил один момент наверное все-таки ближе к пяти к шести дням где-то вот так вот то есть от ноля от процесса заливки и под лакировку ну еще же лакировку желательно это если не включать то еще пару суток на усушку надо дать слушай ну будь готов к тому что ты будешь отвечать на вопросы под этим видео потому что я думаю ребята ребятам было интересно мне так точно побывать в гостях побеседовать с тобой потому что я был связан с производством у меня были колебалки у тебя совершенно другое другая кухня но не менее интересно сказать честно и даже среди моих знакомых есть те ребята которые интересуются этой темой сами дома начинают мастерить я лично получил огромное удовольствие от нашего с тобой общения надеюсь друзья и вам было интересно поэтому обязательно зайти к Володе в facebook обязательно зайти к нему на сайт у него много интересного у него рабочие приманки и если видео вам понравилось ставьте лайки кому не понравилось тоже ставьте на лайки нам всем будет приятно и всем пока до новых встреч счастливо до новых Субтитры создавал DimaTorzok